МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ продолжает ОКО Государева. Главный правовой проект региона. Меня зовут Александра Бакалюк. Добрый вечер. Одним из основных направлений работы органов прокуратуры региона в 2020 году стало повышение эффективности надзора над досудебной стадией уголовного судопроизводства. В центре внимания Управления по надзору за уголовно-процессуально-оперативно-розыскной деятельностью были сообщения о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, о преступлениях в социально значимых сферах, связанных с хищением бюджетных средств, неуплаты налогов, защиты прав предпринимателей, несовершеннолетних, участников долевого строительства и множества других направлений. О них мы и поговорим с нашим гостем сразу после новостей прокуратуры Ставропольского края. Заместителем прокурора Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств синтетического и растительного происхождения. По версии следствия, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, с использованием сети интернет, покушался на сбыт неопределенному кругу лиц наркотических средств в крупном размере, бесконтактным способом, путем помещения тайников в закладок на территории Ставропольского края. Однако обвиняемому и неустановленному лицу не удалось довести преступление до конца. Наркотические средства были изъяты у злоумышленника сотрудниками правоохранительных органов в приличном досмотре и путем обнаружения тайников закладок, изготовленных на территории города Ставрополя из Обильнинского и Шпаковского районов края. В настоящее время уголовное дело направлено в промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу. Прокуратурой края проведена проверка в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.9 Кодекса об административных правонарушениях потребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. По результатам проверки установлено, что у 122 жителей региона имеются противопоказания к управлению транспортными средствами, в связи с чем инициированы процедуры лишения указанных граждан права на управление транспортными средствами в судебном порядке. Прокурорами районов и городов, в которых проживают выявленные нарушители, в суды предъявлены соответствующие исковые заявления, которые находятся на рассмотрении. Мы продолжаем программу ОКО Государева. Напомню, сегодня в центре нашего внимания тема досудебной стадии уголовного судопроизводства. У нас в гостях исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ставропольского края Юрий Владимирович Малышев. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Юрий Малышев, исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ставропольского края. Старший советник юстиции. Окончил Северокавказский государственный университет. Карьеру в органах прокуратуры начал в 2003 году. Работал в прокуратуре Левокумского, Нефтекумского районов Ставропольского края, а также в Вологодской области. Нынешней должности состоит с 2020 года. Ну что ж, я предлагаю в начале нашей беседы все-таки поговорить о состоянии вообще преступности в нашем регионе и насколько эффективно сегодня работают наши правоохранительные органы. По итогам 2020 года состояние преступности в нашем крае характеризуется незначительным увеличением общего числа зарегистрированных преступлений на 1,2 процента. В общем количестве эта цифра составляет 35 177 преступлений. По большинству из видов преступлений отмечается снижение этих преступлений, их регистрации или незначительный рост, что по сути не влияет на оперативную обстановку в целом в нашем крае. Вместе с тем в истекшем году на 21 процент увеличилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности на территории края. Их количество составило 10 759 преступлений. В 2020 году деятельность правоохранительных органов края строилась на постоянном анализе состояния криминогенной обстановки в крае. В течение 2020 года органами прокуратуры края на постоянной основе принимались меры координационного характера по координации деятельность правоохранительных органов, направленных как раз на противодействие раскрытия преступлений и расследования преступлений. Вот вообще говоря, да, о сфере и о теме, о которой мы сегодня говорим, да, поступают ли в прокуратуру Ставрополья обращения граждан вот именно в этой сфере? Весьма важным направлением деятельности управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры края являются как раз разрешение обращения граждан, которые поступают как на действие, так и на решение органов предварительного следствия и дознания. Рассмотрение обращений граждан в управлении является одним из приоритетных направлений. Мы рассматриваем обращения как со стороны защитников, лиц подозреваемых в совершении преступлений, так и с поступающих со стороны потерпевшей. В общем-то, меры прокурорского реагирования незамедлительны, очень четко, все отработано, сработано и на обращение граждан всегда вы обращаете внимание очень пристально. При разрешении обращения доводов заявителей, если подтверждаются факты нарушения закона, то в каждом случае сотрудниками управления принимаются меры прокурорского реагирования. Все сотрудники прокуратуры Край ориентированы на недопустимость формального подхода к оценке обстоятельств, изложенных в обращениях граждан. Соответственно, каждый довод проверяется, ему дается достаточно полная оценка. Нашу программу я начала с, так скажем, перечисления ряда вопросов, на которые прокуратура Край обращает, скажем так, пристальное внимание, даже пристальнее, да, чем, скажем, на какие-то другие сферы. Но вот мне все-таки бы хотелось остановиться на сфере долевого строительства. Какие нарушения были в этой сфере и чем заканчивались расследования? И если можно привести какой-нибудь яркий пример? Прокуратурой Ставропольского края на постоянной основе осуществляется надзор и контроль за ходом расследования уголовных дел, возбужденных в сфере долевого строительства. Без сомнения, все доследственные проверки, уголовные дела о преступлениях в указанной сфере на системной основе обсуждаются в прокуратуре Края как на межведомственных, так и на оперативных совещаниях, на которых принимают участие руководители правоохранительных органов, органы предварительного расследования. Прокурорами по результатам проведенных совещаний принимаются действенные надзорные меры в части соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства, своевременного принятия процессуальных решений, устранения допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Можете ли вы привести пример уголовных дел с нарушением прав несовершеннолетних? С 2014 года на территории Ставропольского края расследовалось уголовное дело, возбужденное по фактам совершения изнасилования, иных насильственных действий сексуального характера и последующего убийства 11-летней девочки. Труп данной девочки был обнаружен в пойме реки Кумы на территории Минераловодского городского округа. Преступление было совершено в условиях неочевидности и длительное время оставалось нераскрыто. С целью раскрытия преступления в прокуратуре Ставропольского края по уголовному делу систематическим проводились различные совещания, на которых сотрудники органов, осуществляющих как расследование, так и оперативно-розыскное сопровождение, ориентировались на производство конкретных следственных и оперативно-розыскных действий, экспертных исследований. Благодаря слаженной кропотливой работе следственно-оперативной по раскрытию указанного преступления, резонансного, я бы сказал, работа эта принесла в конечном итоге результаты. Для примера скажу, что в ходе расследования данного уголовного дела было проведено более 200 экспертных исследований. В 2020 году в результате совместных усилий органов прокуратуры Ставропольского края, органов Следственного комитета по краю, органов Главного управления внутренних дел, лицо, совершившее это злостное преступление, совершившее убийство и изнасилование малолетнее, было установлено. Совокупность полученных доказательств в ходе расследования позволила предъявить жителю края обвинения и направить уголовное дело в Ставропольский краевой суд, где приговором которого лицо, совершившее преступление, было приговорено к 21 году лишения свободы. Ну и в завершении нашей беседы хотелось бы спросить, какие направления надзорной деятельности будут охвачены в 2021 году управлением? Год только начался, но наверняка планы уже конкретные намечены. Масштабность проблем борьбы с преступностью, многообразие процессов и явлений, связанных с ее воспроизводством и проявлениями в социальной жизни, предопределяют необходимость опережающего анализа развития криминальной ситуации в крае. От перспективной оценки возможных ее вариантов позволяют достичь точности в своевременности в определении целей и задач борьбы с преступностью, их соотношения и приоритетов, установить объем и интенсивность мер профилактики и уголовно-правового воздействия. Для органов прокуратуры края приоритетными направлениями является защита прав и законных интересов лиц и организации от преступлений. Соответственно, равна защита личности от незаконного и необоснованного обвинения. Основной задачей является осуществление упреждающего надзора в целях минимизации нарушений прав граждан. В этой связи работа прокуратуры края в 2021 году будет построена в соответствии с данными принципами в целях неукоснительного соблюдения консонных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Юрий Владимирович, спасибо вам за беседу, спасибо за то, что разъяснили нам тему, ну и до новых встреч. Спасибо, что пришли к нам в гости. Ну что ж, дорогие телезрители, это была программа «Аука Государева». Наш эфир подходит к концу. Смотрите нас каждый четверг в 19.15 и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова